Не прошло и полгода, как депутаты услышали жалобы директора Госбюро расследований. Еще с осени прошлого года Роман Труба говорил, что действующее законодательство не позволяет запустить полноценную работу этого украинского аналога ФБР. Набор оперативников заблокирован. И вот, наконец-то, политики начали работу над поправками. А что меняется? И есть ли шанс, что уже в этом году Госбюро все же заработает? Выясняла Инна Томина. Еще один несмелый шаг Госбюро расследований сделали на этой неделе депутаты. Спустя долгие месяцы они, наконец, определили правовые и кадровые принципы работы ГБР. Этот законопроект дает возможность выбрать 140 руководителей в центральном аппарате и выбрать оперативный блок. У нас 1 вересня мы запустим работу. Но эти временные перспективы довольно условные и очень оптимистичные. Ведь документ прошел только первое чтение. И успеют ли депутаты со вторым долетних каникул – большой вопрос. А значит, пока Госбюро как бы и есть, но его как бы и нет. Хотя на орган уже в этом году потратили более полумиллиона гривен. Большая часть денег ушла на зарплаты. Сейчас как раз активно набирают сотрудников. Нужен штат в полторы тысячи человек. Пока в бюро работают 11 вместе с директором. Центральный аппарат, 19 отделов и 7 центров в регионах. Таким должно быть Государственное бюро расследований. Но это в обозримом будущем. А пока у бюро даже нет своего офиса. ГДР ютится тут, в Кабмине. Как главным расследователем страны живется на Грушевского, идем проверять лично. Директор Роман Труба встречает нас с той же вышиванкой, что и в парламенте. В своем небольшом кабинете. Пока это главная штаб-квартира бюро. Говорит, сейчас больше и не надо, ведь украинская ФБР занята канцелярией. На все это добро 80 миллионов гривен. Но кроме канцелярских тендеров, главная задача ГБР сейчас – кадровые конкурсы. Роман Труба надеется, что первые дела ГБР начнет в сентябре. Но чем, собственно, будет заниматься бюро? Оно должно вести досудебное следствие вместо прокуратуры. И в его компетенции будут вип-дела. Начиная от президента Украины, повноважения которого втрачены. А также представители уряда. Это все правоохранители, это суды, это народные депутаты, это работники САП, работники НАБУ. Вообще ГБР называют украинским ФБР. Насправді я не вижу никаких аналогий, чем ДБР в действующем контексте схожи на Федеральному бюро расследований. Но все же сравнение напрашивается. Ведь задумывали ГБР по ФБРовскому образу и подобию. Правда, создают в национальных традициях. А вот что же приняли за стандарт? Дмитрий Анопченко готов провести экскурсию туда, куда попасть непросто. Штаб-квартиру Федерального бюро расследований в Вашингтоне показывали в сотнях фильмов. Но видели вы, скорее всего, декорации. Ведь снять здание непросто. Нужно специальное разрешение. Благодаря Голливуду о ФБР знают во всем мире. Но судят о работе всемогущей структуры в основном по сериалам, в которых, вы удивитесь, много правды. И все потому, что тут настолько заботятся о репутации, что создали спецотдел, где любую книгу или сценарий, если в них бюро упоминается, прочитают и проконсультируют, что может быть в реальной жизни, а что совсем уж выдумки. Так что да, это не преувеличение. Агенты ФБР круглые сутки ходят с оружием. Причем у большинства стволы личные. Да, это работа мужская. До 72-го года тут вообще работали всего три женщины. Сейчас их 15 тысяч, но на ключевых позициях мужчины. Да, это не слухи. Король рок-н-ролла Элвис Пресли всю жизнь просил завербовать его в ФБР. Но его так и не взяли. Ну а если серьезно, то громкие и загадочные преступления, о которых и снимают кино, это лишь малая часть того, чем занимаются вот здесь, в ФБР. К примеру, здесь проверяют всех тех, кто претендует на работу на государственной службе. Это исключительная прерогатива ФБР. Ну а в целом, в юрисдикте Федерального бюро расследований свыше 200 преступлений. Экономический шпионаж, киберпреступления и, конечно же, терроризм. Но не только и не столько сверхзадачи. К примеру, если пропал ребенок, которому нет 12-ти, искать его будет не полиция, а ФБР. И если в интернете проявится так называемая хейт-групп, группа ненависти, искать ее будет ФБР. Формально у бюро нет конкуренции с ЦРУ. Функции четко разделены. Центральное разведывательное управление следит за происходящим за пределами страны. А право собирать информацию о самих американцах дано только ФБР. Полиция действует сама по себе, в бюро она не подчиняется. Но если преступление государственной важности, то все как в кино. Федералы забирают дело себе. В ФБР работают сейчас 35 тысяч человек. В бюро не возьмут, если человек моложе 23 и старше 37. Из тех, кому за 40 оставили только суперпрофессионалов. Зарплата спецагента порядка 120 тысяч долларов в год. На руки это порядка 7 тысяч долларов ежемесячно. Для Америки очень даже неплохо. Тут мне сказали, бюро принципиально аполитично. И этим гордятся. И когда в ходе избирательной кампании Хиллари и демократы утверждали, что бюро к ним слишком пристрастно, а Трамп и республиканцы говорили, мол, недостаточно пристрастны, в этом здании руководствовались лишь одним принципом. Максимально дистанцироваться от политики и политиков. Мол, власть меняется, а ФБР остается. И, похоже, это самый главный принцип, который украинское ГБР может перенять у своих американских коллег. Но этот принцип пока точно не для украинских реалий. У нас даже самые кристальные антикоррупционные планы разбиваются о политические амбиции и страх. Уже сейчас активисты критикуют кандидата в госбюро расследований. Мы видели, провели аналитику недавно, словно того, кто подався. Там, почти 30% это, конечно, работники прокуратуры. Той самой нереформованной прокуратуры. Тут может быть проблема с кадрами, старыми методами работы. Вот это нас такая. К тому же до сих пор непонятно, как ГБР, ГПУ, НАБУ и САП будут делить полномочия. Но главное опасение – независимость работы бюро. Ведь ГБР будет расследовать уголовные дела против чиновников высшего ранга. А значит, все может превратиться в тот еще Голливуд по-украински. С качественным шоу, без реальных наказаний.